Садовый мир Сады появляются и в комнатных цветах, и на рассаде. И вот когда они возникают на рассаде, конечно, это вызывает беспокойство, потому что думают, что сейчас эти растения все погибнут от этих почвенных мушек. И часто еще видят каких-то комариков и личинок прямо на почве, червячки какие-то белые. Вот, дорогие друзья, все эти проблемы возникают от неправильного полива. А именно, вы переливаете свои растения, почвы, постоянно влажные. Вот, конечно, когда-то и я не избежала этой проблемы, и у меня все эти мушки были. Потому что вот, когда я только-только начинала этим заниматься, в школе еще, в институте, мне всегда казалось, что я мало внимания уделяю своим растениям. А вдруг я забуду, а вдруг им не хватит влаги. Мне все время их хотелось полить. И вот из-за этого перелива они и появлялись. Потому что личинки, они способны жить только во влажной почве. Если только почва пересыхает, вот эти личинки буквально гибнут в течение нескольких часов. Есть еще такое мнение, что этих почвенных комариков, почвенных мушек можно принести с почвой. Да, действительно, это так. Вот там, где готовят почву и недостаточно тщательно ее обеззараживают тепловой какой-то обработкой, да, то, конечно, этих личинок можно занести. Но даже зараженная почва, если вы правильно поливаете свои растения, в ней никогда не появятся вот эти почвенные мушки. Вот посмотрите, дорогие друзья, я не случайно поставила сюда несколько растений. Вот если камеру здесь приблизить, посмотрите, вот здесь вот какая сухая почва. Вот посмотрите, она действительно сухая. Видно, да? Вот белый налет, это от того, что у нас очень жесткая вода, очень кальция много. Вот в новом доме мы сюда приехали, пока я вот с этой проблемой пытаюсь справиться. Посмотрите, какие прекрасные, здоровые, крепенькие листочки не увяли ничуть у этой герани. Зачем ее поливать больше, если ей все хорошо? И вот в таком горшочке никогда не будет вот этих почвенных мушек. То есть вы поливаете тогда, когда подсыхает вот этот верхний слой почвы. И точно так же вот с этим растением. Вот я трогаю, здесь посмотрите, нет влаги у меня. Здесь опять же все сухо. Вот если камеру приблизить, опять же все сухо. И посмотрите, тоже этому молочаю, пансете моей, тоже хорошо она себя чувствует. Бытые цветочки и листочки у нее не отваливаются. И она уже у меня существует при таком режиме полива с декабря месяца, когда я ее купила в магазине. То есть все хорошо. Но вот очень часто переживают за лимон. Да, его можно пересушить. Я в октябре, в ноябре уезжала в Крым. У меня здесь муж оставался, хозяйничал. Вот с такой нагрузкой урожая. Здесь 8 плодов у этого растения было. И, естественно, при пересушивании он забыл поливать, часть листьев отвалилась. Да, это может быть. С этими растениями надо быть очень внимательным. Как же справляться с этой проблемой? Первое, что я вам хочу предложить, это вот всевозможные аэрозоли. Раньше у нас был только дихлофоз и карбофоз. С вами вот сейчас посмотрите, чудесный тоже аэрозоль, который называется мухая. Мухая действует по тому же принципу, то есть вы прыскаете в то место, где у вас скопление этих насекомых. Как это нужно делать? Вот представим, что у меня здесь вот эти вот насекомые обитают, да? И я прыскаю на это место вот таким вот образом и вот таким вот образом. И немедленно нужно завязать это вот таким вот пакетиком. Всё, завязали, затянули и у вас этот курс стоит. Будьте уверены, вот и взрослые насекомые погибнут, и те, которые личинки на поверхности, они тоже будут уничтожены. Надо сказать, вот в отличие от дихлофоза и карбофоза, у мухаяра достаточно приятный запах. То есть здесь вот этот препаратик, он ещё и, наверное, менее токсичный, чем предыдущие эти все аналоги. Вот. Теперь, на что я хочу обратить внимание ещё? Вот под этим долгом можно держать, то есть несколько часов. Я просто сейчас вам в ролике, на что ещё хочу обратить внимание. Посмотрите, у меня замульчирована здесь вот поверхность. Это в данном случае мух. Можно использовать любой материал, который у вас есть под рукой, который вы сейчас можете купить в магазине. Кстати, и мух сейчас тоже продаётся. Чем хорош мух и почему вот мульча нужна? Вот эти почвенные мушки, почвенные комарики, а правильно они называются царида и подуры, или подуры, не знаю, как правильно, ударение. Вот. Они способны откладывать яйца только в почву. Вот в этот сухой субстрат, а он действительно от этого быстро пересыхает на поверхности. В сухой они отложить не могут, потому что они понимают, что в сухом субстрате их личинки просто-напросто погибнут. Поэтому вот здесь вот такой мульчирующий слой очень-очень-очень хорошо помогает. И совершенно простое средство. Вот я вам показываю вермикулит. Есть сейчас в магазине прекрасный препарат. И его можно вносить тоже как мульчирующий слой. Как мы с вами делаем? Вот, допустим, давайте замульчируем вот эту вот розочку нашу. Вот, мы подсыпаем туда, засыпаем всю почву достаточно толстым слоем, да, чтобы почвы не было. То есть, ну понятно, да, что ни одну нужно вот ложечку высыпать, еще здесь взять. И вот все-все места, где у нас проглядывает с вами открытая почва, мы должны засыпать этим вермикулитом. Что еще можно брать? Да, обычный просто песок. Проколите его, чтобы он не содержал там каких-то возбудителей и заболеваний. В микроволновку поставьте буквально там на 5 минут, да. И вот этим сухим песком, лучше всего крупным песком, речным, вы мульчируете вот эту всю поверхность почвы. Здесь тоже так же можно покрыть вот эту всю поверхность. Теперь, очень хороший способ, который мне давно-давно рассказали. Так, сейчас мы с вами накроем это крышечкой. Вот. Который мне давно-давно рассказали, много лет назад. Это применение папирос, крепких, самых таких дешевых папирос, которые раньше у нас продавались просто-напросто в ларьках. Сейчас нет их в продаже, потому что там очень много никотина, как я понимаю, да. И что же можно вместо этого использовать? Да просто вот либо табак какой-то молотый, я не знаю, в садовых центрах. Он продается для обработки растений, да, от вредителей. Либо вот такую табачную шашку я предлагаю использовать. Я ее просто распотрошила. Это вот табачная шашка гефеста в данном случае, вот на ней написано, да. Я ее распотрошила. И как мы ее применяем? Берем. И вот по норме, раньше меня, как учили, две вот этих крепких папиросы нужно распотрошить на стакан воды. Вот. Здесь у нас, ну сколько? Здесь вот уже больше, да. Вот берем и заливаем горячей водой. И все это у нас стоит и настаивается. Ну, настаивается сколько? Ну тоже, ну 3-4 часа можно на ночь оставить, да. И вот после того, как у нас все это настоялось, вот этим крепким настоем, что мы с вами должны сделать? Посмотрите, как мы это все должны с вами обработать. Берем какую-то емкость, небольшую емкость, чтобы только вот так вот горшочек у нас вошел. Вот так вот горшочек вошел туда, чтобы нам этой жидкости просто много не использовать. А так любую берите, хоть кастрюльку, тазик какой-то, да. И вот так вот мы это все заливаем. Вода, естественно, должна остыть у нас с вами. Ну вот здесь у нас сейчас горячая вода, да. Как мы с вами сейчас делаем, я просто покажу. Вот на примере обычной воды. Чтобы вот эта вода у нас была выше уровня почвы. Выше уровня почвы. Вот, посмотрите. Вот, смотрите, видите, даже горшок-то всплыл именно от того, что он сухой. Вот, и вот таким вот образом у нас стоит в этом табачном настое, это у нас будет с вами табачный настой, вот так будет настаиваться. Выше уровня почвы там все погибнут именно от того никотина, который присутствует в этой табачной или шашке, или в этих сигаретах, если вы найдете, или где-то молотый табак вы найдете. То есть вот таким способом можно тоже применять. А что еще есть? Вот тоже мухояр нам предлагают использовать для защиты от комаров, от летающих мух, мошек всяких. Вот такой вот аэрозоль, который прикрепляется к фумигатору. Да, есть такие фумигаторы. Вы снизу крепите вот такой вот флакончик. Он равномерно у вас там распыляется как-то. И получается очень хорошее действие. Так вот, оказывается, если растение ваше близко поставить к этому фумигатору, то и эти быстренько-быстренько все погибнут. Все подуры, все циориды, все быстренько погибнут. Можно еще зажигать спиральки, которые предназначены для защиты от комаров, скажем, в открытом грунте. Мы с вами в беседочке где-то сидим, включили эту вот спиральку, и она у нас горит. Можно обычную поджечь пластинку от комаров. Подожгли, куда-то вышли из этой комнаты, чтобы самим не дышать, да? И тоже, опять же, вот они погибли. Ну, вот такая вот, смотрите, надолго хватает, да? Фумигатор подключил, можно уйти на работу, и спокойно работает, и убивает всех ваших нежелательных насекомых. Вот еще очень тоже простое приспособление. Это липкая лента от мух. Мы ее с вами разворачиваем. Так вот, сейчас я потихонечку постараюсь это, ага, открыть. Вот. И просто обычная вот эта вот ленточка разворачивается оттуда. Вот, 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 вот она поехала, поехала, поехала. И мы ее развернем с вами и повесим тоже рядом с цветами. Вот видите, она просто так вылезает, потому что она очень клейкая. И к ней будут тоже прилипать вот эти вот наши насекомые. Вот, я дальше не буду разворачивать, чтобы в кадре она у нас здесь повисела, чтобы убралась. А так можно и на окно повесить, и все. Чем вы больше тревожите свои растения, тем больше летают эти насекомые и прилипают на вот эти ленты. Вот еще специализированные клеевые ловушки, которые от белокрылки используются. Вот, я уже давно ее повесила здесь. Здесь, видите, кто-то на нее налип вот здесь вот, да, а она до сих пор остается липкой. Вот эти желтые клеевые ловушки, они продаются большими пластами. То есть это где-то 25 на 30 на 40 сантиметров. Можно разрезать, подвесить тоже так же на ваше растение. И вот, пожалуйста, у вас будет эффект отлавливания этих взрослых насекомых. Но самое главное, вот еще раз я повторюсь, что не переливайте свои растения. Подсохла у вас земля, и вместе с этой подсохшей землей у вас погибают вот эти вот насекомые. Естественно, с рассадой очень вот такой момент пересушить страшно, да, потому что они у нас в маленьких кассетах, в маленькой плошечке. Там объем земли очень небольшой и страшно пересушить. Вот поэтому здесь как раз и предлагается использовать вот такой вот набор всевозможных средств. Еще вот я себе сейчас выписала, чтобы не забыть, спички. Обычные спички мы втыкаем головкой серной в горшок. Так, прилепилось из-за этих клеевых ловушек. Вот, втыкаем несколько этих спичек. И тоже действие у нас очень хорошее происходит, потому что сера, она уничтожает наших насекомых. И личинки там тоже погибают. Можно вместо этих серных спичек использовать препарат, который называется Тиавид Джет. Просто посыпать его на почву, просто зарыхлить вот так вот сверху эту земельку и после этого полить. Действие будет то же самое, препарат Тиавид Джет, он тоже основан на сере. Ну, еще предлагают нашатырный спирт использовать, поливать нашатырным спиртом. И там, значит, одна чайная ложка на стакан воды. Тоже попробуйте, тоже вот говорят, что хорошо действует. Это я не пробовала. Но вот такой табачный настой, это 100% помогает. Еще хорошо, если он у вас будет теплый. Например, где-то градусов 38. Для растений это не опасная температура. Вы ничего не сделаете своим цветам. А вот личинки, они не любят такую температуру. И если вы по поверхности польете вот этой горяченькой водичкой, то они тоже у вас будут погибать именно от температуры. Ну что, вот кажется, я все уже рассказала. Да, наверное, все способы, которые я знаю, я вам перечислила. Очень хороший способ мульчирования. Вот еще раз показываю. Вот как выглядит упаковочка сама. Видите, с этим вермикулитом. Тоже мне очень нравится. И вот здесь я очень люблю сейчас поливать этот свой лимон, потому что жду, когда же он начнет отращивать новые листочки. Но, тем не менее, видите, у меня там никто не завелся, потому что здесь вот есть этот мульчирующий слой. Так что, дорогие друзья, справиться с этими мушками можно. Если у вас рассада и вы боитесь ее пересушить, вот используйте мульчирующие матерья. Ну и вот такие всевозможные средства и подручные, и те, которые нам предлагают замечательные современные компании.